Очень интересно с вами было бы поговорить о таких исследованиях, которые меня заинтересовали лично. Исследования эти были проведены в Калифорнийском университете. Мужчины, живущие женщинами, социальный статус которых выше, изменяют в пять раз чаще, нежели мужчины, которые являются основными добытчиками в семье. У меня здесь вопрос. Не является ли это следствием того, что женщина должна давать свое желание, развивая, толкая хотя бы на развитие, чтобы мужчина не был этим заигравшимся ребенком. Она, воплощая все, делая за него все, купирует этот процесс природный. Она вызывает в нем этот процесс. Во-первых, рядом с ней он чувствует себя как мальчишка. Мальчишки любят шалить. И это то, что случается. Это первое. Второе, это потому что он чувствует свою несостоятельность и желает иметь женщину не такую, которая над ним, а которая под ним. Поэтому изменяет. То есть он должен себя как-то компенсировать, как мужчина. Ну и тут есть еще очень много таких мальчишек. Ну, в принципе, немножко непонятно. То есть он же сам осознанно выбирает этот путь. Потом он хочет компенсировать. Ему это удобно. С одной стороны, может быть, это недоразвитый ребенок или, как сказать, недоразвитый взрослый. И таких очень много среди мужчин. Ну, а кроме того, мы же понимаем, что мужчину он не видит в женщине, по крайней мере, мужчины нашего мира, он не видит в женщине никакого партнера серьезного. Он видит в ней то, что его обслуживает. Причем, если он относится к ней как к продолжению своей мамы, ну, маме же не изменяешь. Мама все должна понять. Все должна принять. И принять, конечно. Я хотела вас тут спросить. Это подсознательно очень глубоко сидит в мужчине. И поэтому он не чувствует в этом своего греха. И поэтому есть вот эта бравада и откровенность даже такая, что вот женщины очень редко, но сегодня уже другой мир, а вообще они очень редко хвалятся друг другу своими многочисленными там любовниками. Сегодня очень хвалятся. Сегодня это является неким элементом престижа, что она вот такая успешная, независимая. И она вот так наравне с ним. А им можно мне тоже. Это сегодня то, что происходит. Нет, я к чему говорю, что все-таки женщина тянется к связи и к постоянству. Согласно своей природе, она получает удовольствие от постоянного партнера, а мужчина наоборот. И тут заложена практически огромная проблема со стороны природы, которую нам надо компенсировать. И мы сможем ее компенсировать только духовной связью между ними. Что меняется? Что вносит эта духовная связь? То есть физическая связь, если она бездуховная, она не сможет создать. Мы видим это. Она не сможет создать ни семью, ни контакта, нормального ничего. Встретились и разбежались. А если к этому мы приложим духовную связь, тогда и мужчина, и женщина будут друг другу взаимно удовлетворены. И будут видеть физические связи для их основы, для духовной. И тогда это будет вместе существовать.